После того, как лак на башне высох, нанесем масляные точки на башню. В принципе, все идентично корпусу, поэтому особо ничего пояснять я не буду, буду просто показывать. На верхней части у нас будут преобладать светлые тона, чем выше, тем светлее. Субтитры создавал DimaTorzok Важно, чтобы все высветления также попали между заклепками. Добавим светлого на верхнюю часть маски пушки. И, в принципе, уже можно пройти выступающие части на командирской башенке. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Небольшой переконтраст, но я считаю, для сотового масштаба это вполне нормально. Тем более, что это у нас самые верхние, самые выступающие части. То есть, светлее этого ничего не будет, поэтому используем почти что белый цвет. Пройдемся вот по вот этой вот части. И по заклепочкам. Тут техника такая довольно близкая к сухой кисти получается. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Вот, на мой взгляд, получилось намного ярче и контрастнее. Конечно, небольшие огрехи есть, но я их сейчас аккуратненько уберу. Теперь затонируем боковые поверхности. Значит, как все вертикальные поверхности, напоминаю, что тонировка производится движениями кисти сверху вниз. Возьмем немножко краски. Сверху белые точечки. Ничего страшного, если залезут на декаль, это даже лучше. Почему? Потому что, чтобы ее немножечко приглушить. Снизу чуть-чуть добавим темного. Практически сливается с базовым цветом. И чуть-чуть коричневого. Где-нибудь ближе к серединке. Теперь попробуем это все растушевать. Здесь многовато получилось. Ну, ничего страшного. С помощью бензина это все прекрасно снимается. Главное, чтобы кисть была сухая от бензина при растушевке. Мне хочется добавить немножечко коричневого. И добавлю чуть-чуть темно-коричневого. Буквально пару точечек. Если будет лишнее, то точно так же уберем. Немножко подлилось уже. Поверхность была матовая. Ну, когда вот так вот въедается, берем чуть-чуть бензинчика. И растушевываем бензином. Постепенно, если продолжает она оставаться на своем месте, прибавляем просто бензин. Вот опять же к вопросу, почему лучше больше матового лака класть. О, не матового, глянцевого. Именно для того, чтобы прекрасно растушевывалось масло без растворителя. Немножко все-таки осталась видна верхняя граница подложки от декали, но это ничего страшного, все уйдет. Здесь точно так же, как и на том борту, добавлю немножечко ржавых точечек. А то уж очень равномерно у нас получился борт. И чуть-чуть коричневенького, светло-коричневого. Ну, теперь у нас гораздо более сложная в цветовом плане стала поверхность. Так, теперь немножечко сделаем акцентики на маске. Буквально чуть-чуть. Здесь так достаточно тонировки будет вертикальными движениями. Разотрем и чуть-чуть выделим. Вот здесь некий лючок. Или это смотровой прибор. Я уж не знаю, что тут имелось в виду, но в суто масштабе оно совершенно не считается. Вот, а теперь чуть-чуть растушуем вниз. Чтобы верхняя граница была достаточно четкая, а нижняя плавная. И чуть-чуть добавим светлого наверх ствола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА боковых частей снимаем а вот на верхней части оставляем базовая тонировка поверхности на этом в общем то практически закончена теперь сымитируем дождевые потеки ржавые значит что нам для этого понадобится тоненькая кисточка и вот эта ржавая краска значит ржавчина обычно стекает вдоль стыков листов и вдоль заклепок значит каким образом мы сделаем вот у нас сверху стык листов несём на его вместе такую точечку и немножечко точечек добавим около заклепок и там где стык и еще разочек там должно посильнее течь по идее но теперь у нас уже и декаль не такая контрастная более естественно смотрится ну и опять же мы добавили некого цветового разнообразия точно так же сделаем на кормовой части башни маловато немножко получилось ну даже если процессе где-то идет переборщить немножко ничего страшного масло бензином красно стирается излишки все без проблем излишне матовая поверхность на кормовой части башни поэтому плохо размазывается можно вручную продлить эти потеки теперь просто подобрать лишнее ну и вполне последняя сторона околокомандирской башенки можно посильнее сделать видите по глянцу гораздо лучше размазывается еще немножечко около шва и около командирской башенки чуть-чуть добавим здесь вот и для того чтобы боковые поверхности командирской башенки выглядели поинтереснее тоже буквально в паре точечек нанесем потеки будет менее интенсивно чем на боках башни просто для того чтобы добавить тоже некого цветового разнообразия в чайном порядке наносим масло и по возможности вертикальными движениями убираем масло вниз тут я чуть-чуть заехал на верхнюю поверхность но опять же ничего страшного масло масло прекрасно растушевывается по любым поверхностям вот в общем то и все можно аккуратненько лакировать глянцевым лаком и эта деталь уже будет готова к смывке собственно абсолютно таким же образом как мы тонировали корпус и башню тонируется и ходовая часть но дело в том что здесь заклепочки совсем мелкие поэтому мне приходится прямо перед носом держать деталь поэтому к сожалению на видео это я показать не смогу но в общем и целом вы можете видеть вот этот уже затонирован каток да то есть высветлен вот эта вот выступающая часть высветлена высветлен центр и чуть-чуть подсвечены заклепки вот абсолютно так же я сделаю все остальные и пройдусь по выступающим частям здесь ну а дальше вы уже увидите на последующих этапах что получилось вот и собственно как после всех этапов где мы накладываем масло когда оно чуть подсохнет фиксируем его глянцевым лаком чтобы последующие наши действия уже не поднимали предыдущие слои